МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В году областный каравай належит господаркам Рычицкого, Рогачевского и Добружского районов. У каждого собрали больше, чем 60 тысяч тонн. Ближе из-за всех до завершения уборочной кампании в Рогачевском и Жлобинском районах. Тут необмолоченными застаются около 10% площадь. Синоптики обвестили в Гомельской области оранжевую уровень небеспеки. Каждый день слубки термометров будут подниматься на несколько делений вверх и на выходных досягнуть отзнаки в плюс 35 градусов. В связи с увеличением класса пожарной небеспеки лесогасподарча установы снова выступили с инициативой оведения забороны на наведывание лесов. Она уже оденится в полове районов Гомельщины и на протягу ближайших дней будет увидена повсюдно. А кроме того, Минлясгаз рекомендует корыстальникам полевничных угодов на больше поздний термин откласти открытие сезону полевания на водоплавную и болотную дзечину, якое повинно было отбыться 8-го жюня. Тым часом узровень воды на некоторых реках Гомельской области досягнул критично низкой отзнаки. Обмеление самых буйных сожая Дняпра зауважили аматеры рыбной ловли и отпочивающая на пляжах. Ситуация мая широк наступств, у которых хвалюют специалистов. Подробязности в нашем наступном сюжете. В конце липени на рации Припять у Мазары отбылся надзавышенный выпадок. Прогулочный теплоход смелый сел на мель. Пассажиров пришлось эвакуировать воротовальникам. На счастье, никто не потерпел. Одна из пришин здоровья – неинтенсивное обмеление, которое сейчас назирается на многих реках и водоемах в области. Метеорологи башут пришины в климатичных изменах. Невеликая колькость опадков в минулогодние осенью, а мальпу на отсутствие снега зимой и поводки по весне. В дальнейшем дефицит осадков и жаркая погода, которая сложилась в данное время, обусловила спад уровней воды, в результате чего они оказались… Значит, на Днепре у города Речицы уровни воды достигли исторического минимума, а на березине у города Светлогорска, беседе у села Светиловичей, сажи у города Гомеля, они оказались ниже исторических минимумов. На сажи подобная ситуация возникала в 2002 году, однако сё лето побиты рекорды за весь период надзиранью, которые ведутся больше за 100 годов. Критично низкий узровень держится уже в другой месяц. Если рыбаки-купальщики только тяжко вздыхают с этой нагоды, у тех, кто работает на рации, проблемы больше серьезные. По сажи сейчас ходят только прогулочные теплоходы, в тот час, как перевозку грузов пришлось испынить. Решение проблемы под рабой великих сродков. Для поднимания гарантованных глубинь узводятся специальные сбудования, которые позволят добиться локальных поляпшений. А в целом это должен быть каскад сооружений. И должен распространяться, допустим, не на областной город, а опускаться ниже. Доходить до Устейбе, Днепра, и опускаться еще ниже. Для организации сквозного судоходства. Ведь в советские времена работал флот на транзите. То есть из Мозыря грузы шли на Гомель, из Киева на Гомель шли. Конечно, хотелось бы именно вот такого состояния реки. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Игорь Марыченко, телерады, компания Гомель. Ситуация на реках и озерах потягнула за собой и обмежевание купания на многих водоемах в области. Санслужбы региона за тыдень проводят коляста проверок воды и выники опошней стали несутешальными для особных районов. 35 проб воды не отповидают нормам. 21 по микробиологичных показчиках и 14 по санитарно-химичных. Таким чином, на некоторых водоемах Речицкого, Калинковицкого, Мазырского, Жлобинского и Будокошалевского районов часово обмежевано купание для детей и дорослых. На Любинском и Мейроповском пляжах областного центра, в поселку Костюковка и Речицы заборона тычется только от починка на воде неполнолетних. Темчасом, по выниках проверки, изнято обмежевание на купание на пляже реабилитации на здравленческого центра «Птич» в городском поселку Капаткевич и Петриковского района. Специалисты нагадывают, от починок на водоемах, которые не прошли проверку санитарных служб, может быть небеспечным для здоровья. Пробы воды берут что-то и день, и тому список закрытых водоемов может довольно худко як повеличиваться, так и поменьшаться. Я хочу обратить внимание, что ситуация меняется довольно оперативно, поэтому если кого-то интересует ситуация по конкретной зоне отдыха, то тут нужно интересоваться на сайтах учреждений госценозора. Ну и обязательно, если кто-то посещает пляж и не заглянул на сайт, то обязательно посмотреть на информационный стенд, потому что информация о том, есть запрет или нет, всегда вывешена там. То есть если вы приходите на пляж и видите табличку «Купание запрещено», то я не рекомендую этим заниматься. До других тем. Сейчас у Гомеля ведется под рыхтока до проведения доброчинного марафона «Усе фарбы життя для тебя». И он отбудется 12-го жнивня в Международный день молоди и День добра. Подчас доброчинного марафона волонтеры Гомельской областной организации Белорусского республиканского союза молоди будут ладить широких выстав, акций и других проектов. Усе и они будут накерованы на оказание адресной допомоги социально необороненной категории грамадян. Детям-инвалидам, выхованцам социальных установ, молодым людям с особливостями психофизичного развития, а так само тем, кому потребны дорогие операции. Заключным этапом марафона станет концерт с уделом «Зорок» Белорусской эстрады, сирот яких Петр Ялфимов, Вольга Плотникова, Алексей Хлястов. Доброчинный концерт будет ладиться в поддержку одразу двух гомельских студентов, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. Дарьи Мазуренко с Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны и Владислава Климашевского, студента Белорусского державного университета транспорта. Они оба побывали в ДТП, после которого находятся в очень тяжелом состоянии. Белорусский республиканский союз молодежи благодаря этому марафону планирует собрать средства, необходимые для реабилитации этих молодых людей. Билеты вы можете приобрести в кассах УКЦ на улице Ланге, 17, и в Гомельской областной филармонии. Все средства, собранные от этого концерта, пойдут на реабилитацию этих молодых людей. Доброчинный концерт «Усе фарбы життя для тебя» отбудется 12.07 в 18.30 в Гомельском областном громадско-культурном центре. Подробную информацию про его вы можете найти в социальных сетках альбо на официальном сайте областного комитета БРСМ. До новинок спортивного життя региона. Каля 40 спортсменов упрымают эту делу в першинстве Гомельской области по конным спорте сирот юнаков. С поборницей начались сегодня у Гомеля. Проходят яны на базе областного центра Олимпийского резерва по конным спорте. Сила прохожосте грация. Усего это объединяет в себе конный спорт. Областные с поборницей – это свое особливое подведение выника у работы за год. У Гомеля лепшие спортсмены из усяго региона на протягу четырех дней будут выявлять мощнейших. Программа насыщенная. Удельники поспоборничают в таких дисциплинах, как конкур. Это переодолевание пирожкот, выездка, так званый танец, а так само трохборье. А пошния включают в себе манежную язду, подчас якой конники демонструют умение у кирования живелой, конкур и полевые испыты, цикрос. Это самый видовичный элемент. Он включает переодолевание пирожкот на перасеченной мясцовости. За помылки на каждом этапе спортсменам наличивают штрафные баллы, перемогая той, у кого их меньше. Переноса Гомельской области среди юниоров проходит у нас в конце, скажем так, учебного года. И по факту, в принципе, являются соревнованиями, которые подводят итог работы тренеров за учебный год. Соответственно, это соревнования, на которых наши учащиеся могут выполнить спортивные нормативы, выполнить разряды и приобрести определенный практический опыт. Новины регионы, информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресу www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова